А пока вы смотрели, как наносить на зубы вазелин, наша компания расширилась. У нас уже Артем Малов, руководитель республиканского штаба волонтеров, и расскажет подробнее о том, как... Волонтеры чувствуют себя во время карантина, работают, чем занимаются, как происходит все ваше действие в связи с эпидемией. Доброе утро. Работают волонтеры. Волонтеров становится много, которые хотят помочь пожилым, астматикам, инвалидам, доставить им продукты питания, лекарства, потому что сейчас Минздрав дал добро на то, чтобы мы могли покупать эти лекарства даже по рецепту. Поэтому пожилые люди сейчас обращаются очень часто для того, чтобы узнать, как эта процедура. Так что волонтеры будут все это время работать круглые сутки. Много волонтеров это сколько? Так как я был и есть еще руководители волонтеров Конституции, и мы расширили это все и перевели этих волонтеров по собственному желанию на волонтеров, которые будут помогать, у нас сейчас порядка, наверное, 900 человек, которые каждый день количество людей растет. Они заходят на сайт добро.ру, и там проходит регистрацию, обучение онлайн, и после этого хотят присоединиться к нам. В основном сейчас начали приходить люди, у которых машины, которые не будут находиться по всему городу, в общественном транспорте ездить, а именно передвигаться на машинах и аккуратно купили, быстро довезли, помогли. Но есть ли у них, допустим, сейчас какая-то поддержка со стороны, может, организации, или как можно назвать вас, чтобы они, допустим, приезжая туда или в другое место, сейчас не схлопотали даже сезонные болезни? Смотрите, у нас есть полностью инструктаж, как мы это все проделаем. У нас проверка идет обязательно здоровье и самочувствие данного человека, который собирается пройти. Там очень много инструктажей, очень много нюансов, потому что у нас объединились я, руководитель корпуса спасателя, у нас волонтеры-медики. То есть огромное количество волонтерских организаций, общественных организаций. Буквально на днях присоединились и муниципалитеты, и наша самооборона. То есть все подключаются к данному мероприятию, чтобы оказать и централизованно через нас эти штабы на местах уже организовать. Мы им помогаем масками. Сейчас приходят нам из федерального ресурса маски, антисептики для волонтеров, которые ездят. Потому что мы населению не продаем и не можем предоставить, так как нам нужно защитить себя и их, когда мы к ним идем. Артем, скажите, пожалуйста, если по поводу волонтеров все понятно, как к вам попасть, для того, чтобы начать помогать людям, то как к вам обратиться человеку, инвалиду, например, который нуждается в вашей помощи? Есть круглосуточные телефоны горячей линии, республиканские. Это я могу назвать, плюс семь, девять, семь, восемь, девятьсот, десять, пятьдесят, двадцать два. И второй телефон точно такой же, только в конце сорок четыре. Это два телефона, работают круглосуточные. И как раз сейчас уже ребята продолжают работать. Сегодня ночью уже люди звонили из других частей Российской Федерации, потому что у них живут здесь бабушки, ну, другие временные пояса. И они набирают и спрашивают, как им быть, как им помочь. И сможем мы к их родителям, бабушкам, дедушкам приехать и оказать помощь. А вот я понимаю, конечно же, ну, легко и проще, наверное, помогать тем, кто в Симферополе живет. А если в какой-то там глубинке, я не знаю, там, ну, живет где-нибудь там в Керкью? Как раз таки и живут больше всего людей в глубинке. Мы работаем повсюду, потому что, я говорю, у нас объединились волонтеры со всей республики Крым. Мы создали карту волонтеров, где у нас кто есть, где-то курируют муниципальные органы, где общественные организации, эти координационные штабы. Оттуда точно так же, как и из Симферополя, выезжают, проходят все процедуры проверки, термопроверку. То есть мы проверяем температуру, одевают маски, все эти симптоматику проверяют, расписываются, идет определенная фиксация. То есть все серьезно, по-настоящему, чтобы защитить людей. Если есть понимание, сколько волонтеров, а людей, которым оказывают помощь, много ли? Вы знаете, у нас соцслужба сейчас работает, у них только на соцслужбе более 12 тысяч людей. А в общем сложности, людей, которые нуждаются и обращаются, они не хотели пользоваться соцслужбами, их порядка 100 тысяч людей. Поэтому работы очень много. Хватает, да? Очень много. И мы больше помогаем социальным службам. Вот обычно социальные службы, может, к вам обращаются с какими-то дополнительными просьбами. Если, вот я понимаю, что, да, там могут приехать, перевезти продукты, правильно? Вот, может, есть что-то такое, о чем люди не знают, о чем можно было бы помочь. Там по дому, допустим. Даже вот, я представляю, живет бабуля, да, а ей там холодильник там поломался, ну, и нужно просто хотя бы вытащить из розетки, ну, потому что отодвинуть этот холодильник и втокнуть в другую розетку. В такой случае могут это помочь? Нет. Объясню почему. Потому что у нас правила, мы соблюдаем их для того, чтобы не заходить в квартиру, ни в коем разе, чтобы не занести вирус. Есть для этого соцслужбы, которые помогут. Мы можем обратиться к ним, они могут зайти, у них есть все средства защиты индивидуальные, которые позволят им это сделать. Мы это передаем им, и они реагируют. В основном мы действительно покупаем. Есть нюансы, когда людям нужна помощь по лекарствам. Недавно был случай с инсулином, через Минздрав созвонились, помогли, выдали инсулин нашим представителям, потому что, ну, серьезная там проверка идет, никто же не может это выдать. И человеку действительно было плохо, и заявка просто через Москву шла, или через Санкт-Петербург, она чуть дольше шла, и человек поздно обратился. И, слава богу, вовремя успели, привезли, и скорая тоже приехала, помогли все человеку. Есть люди, которые обратились к нам, у них послеоперационный период снимали швы, попросил, ему в больницу нельзя было уходить. Мы с Минздравом опять переговорили, решили, к нему выехала бригада, снимали швы, то есть уже на месте. Вариантов индивидуальных очень много. И вы ими также занимаетесь? Всеми. Артем, хочется выразить вам огромную благодарность, к сожалению, время нашей беседы уже подходит к концу. Хотелось бы напомнить, что с нами сегодня разговаривал Артем Малов, руководитель штаба волонтеров.